Попалось интересное судебное дело, которому дают свой комментарий в рамках профессионального интереса к правоотношениям в сфере ОМС. Арсенал медицинского страхования потребовал от медицинского центра «Медгарант» в сентябре 2018 года в течение пяти дней предоставить в распоряжение страховой компании по адресу ее местонахождения первичную медицинскую документацию для проведения контроля медицинской помощи. Медицинская организация предложила забрать ее по месту своего нахождения в Симферополе. Страховая компания повторно потребовала предоставить медицинскую документацию застрахованных. «Медгарант» повторно предложил забрать ее по своему адресу нахождения. Третий раз «Арсенал» писать письмо не стал. И через месяц направил в адрес медицинской организации акт плановой экспертизы качества медицинской помощи с санкциями на сумму 213 тысяч рублей. С применением дефекта не предоставление первичной медицинской документации. Медицинская организация обратилась исковым заявлением в суд о признании недействительными актов плановой экспертизы качества медицинской помощи. Ссылаясь на то, что приказ Федерального фонда ОМС-230 не предусматривает предоставление первичной медицинской документации путем направления оригинальных экземпляров почтой наручно, либо каким-либо иным способом в адрес специалистов, экспертов, экспертов качества медицинской помощи. Что решил суд? Он признал, что ни договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, ни 326 ФЗ, ни приказ Федерального фонда ОМС-230 прямо не указывают на место проведения экспертизы качества медицинской помощи. Но в силу принципа конфиденциальности экспертов качества медицинской помощи, данный принцип не может быть соблюден в случае проведения ЭКМП на территории медицинской организации. Кроме того, приказ Минздрава Республики Крым 14.94, согласно которого медорганизация предоставляет оригинал медицинской документации пациентов в пределах территории медицинской организации, противоречит нормам 326 ФЗ и приказа 230. И применению к рассматриваемым правоотношениям не подлежит. Поэтому удовлетворение требования было отказано. Что я хочу добавить части необоснованности требований медицинской организации и того, что, по моему мнению, пустил суд. Отношения между медицинской организацией и страховой медицинской организацией регулируются гражданскоправым договором. По этому договору страховая медицинская организация обязуется проводить контроль объема сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи застрахованным лицам. То есть является должником гражданской правом смысле. Согласно статье 316 Гражданского кодекса России, если место исполнения обязательства не определено законным иными правовыми актами договора и так далее, то исполнение должно быть произведено по всем другим обязательствам по месту нахождения юридического лица. Из этой статьи Гражданского кодекса однозначно следует, что АКМП должна проводиться по месту нахождения страховой медицинской организации. Какие выводы? Медицинской организации все же стоит обеспечивать доставку запрошенной медицинской документации по месту нахождения страховой компании. Продолжение следует...